МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Самара Гис, при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. История, с которой хочу начать эту передачу, из серии богатые тоже плачут. В том смысле, что даже если у вас есть деньги на то, чтобы купить комфортное жилье в, казалось бы, элитном доме, в центре города и хорошую машину, вы отнюдь не застрахованы от превратности судьбы. Например, таких, как незванное соседство. Вот так вот платишь бешеные деньги за вид на Волгу, и сначала тебе портят пейзаж за окном. Естественно, выстроить девятиэтажный дом нам просто Волгу будет не видно. А затем нервы, жизнь и имущество. В начале сентября эти кадры облетели федеральные телеканалы. Не каждый день на крыше джипов падают кирпичи. В ужасе. Машина висела просто прямо на котловане. Это рухнул трехметровый забор, отделяющий жилой дом от стройплощадки. В то недоброе утро люди проснулись от страшного грохота. Страшно, очень страшно. Очень страшно. Во-первых, ливень был бешеный. А во-вторых, представьте себе, там все обрушилось. А дом-то рядом. Посмотрите, там же вообще ужас. Там машина чуть-чуть проходит. Дом запросто бы ушел. Когда мы машину отогнали, то мы увидели прогал. Вся земля там провалилась полностью туда. Там был бешеный провал. Дом устоял. А вот иномарка Лидии Ферстовой пострадала серьезно. Женщина признается, когда четыре года назад она вместе с мужем переезжала в этот дом на Алексея Толстого, они рассчитывали спокойно здесь встретить пенсию. Но вместо умиротворяющей Волги за панорамным окном маячит стройка. Лидии Ферстовой сверху видно все. В том числе и котлован, который во время дождей, по ее словам, заполнялся водой. И все это случилось после того, когда эти строители, горе-строители, сделали такой карьер громадный. А виновного вообще не можно найти. Нам, как не специалистам, было понятно, что наш дом девятиэтажный, с двумя уровнями подземными паркинга, и настолько близко, вот такие работы вести небезопасно. И вот сегодняшний дождь вот это подтвердил. Мы все просто в огромном шоке. И это просто шанс, наверное, одуматься и что-то сделать, потому что это невозможно. Но шансом этим не воспользовались. С момента ЧП уже месяц минул. А ответ на вопрос, кто виноват, признаются в ТСЖ «Престиж», до сих пор не найден. Я правильно понимаю, что вы до сих пор до последнего, пока сейчас еще даже не знаете, что это перед вашим носом, условно говоря, строит? Что это происходит? Зачем там роет котлова? У нас никаких официальных ответов нет. У нас никаких официальных ответов нет, потому что нам сообщили, значит, первоначально стройный отзор, что у них не числится этот участок, и они, значит, за ним не наблюдают. Министерство культуры с выездом на место установило, что работы там не ведутся, хотя 60 жильцов написали заявление, что работы ведутся. То есть мы были уверены, что там работает фирма «Савдэо» до последнего времени. Они на словах сразу заверили, что вообще все восстановят, и всем ущерб тоже все возместят. Но вот сейчас… Это когда было? То есть в тот же день? В плане от аварии, да. Ребята, не беспокойтесь, все будет нормально, наша проблема, наша вина. А вот сейчас посылают, так сказать, отшивают, ссылаются даже на вину самого ТСЖ. Нас, в общем-то, не считают такими, с кем можно общаться. Нас всячески избегали. Не удивлюсь, если все окажется, что мы же сами все обрушили. Кому предъявлять претензии, и впрямь не ясно. За больной стройплощадки нет даже намека на то, кто ведет здесь работу и по какому праву. Гостей здесь явно не ждут с распахнутыми воротами. Еще летом, каким-то чудом, теперь я это понимаю, мне удалось пройти на стройплощадку. Строжа были не столь бдительны, а повод для визита безрадостный. Снос дома, что некогда считался памятником архитектуры. Вместо усадьбы Ржанова, одного из старейших зданий в городе, я увидела котлован. Ее сосед дом Балакина сохранил только фасад. И прораб, который отказался назвать фирму, на которой работает, меня тогда клятвенно заверял. Все эти разрушения старине только во благо. Это один из лучших вариантов, кстати. У нас столько памятников архитектуры находятся в таких убогих состояниях. Чтобы построить один новый дом, надо вложить, к примеру, миллион. А чтобы как бы отреставрировать, получается полтора миллиона. Именно летом жители соседнего дома, что на Алексея Толстого, впервые запаниковали. Ведь по их данным, строй здесь должны были девятиэтажку. А почему я это знаю? Потому что как только в компьютере, в интернете вышло объявление, что вот наводников в таком-то продаются дома, то, естественно, они нам закрывают фон весь. Волгу нам будет не видно. И, естественно, у мужа сразу возникла ситуация. Может быть, мы эту квартиру продадим и купим там. И муж пошел туда, к ним. Квартиры будут стоить 120 тысяч квадратный метр. Пониже будут стоить 110. Ну, естественно, у нас таких денег нет. И мы тут же от этой мысли отказались. Теперь же из ответов прокуратуры выясняется, жилой дом здесь никто не строит. А сам участок принадлежит не фирме, а частному лицу. Некоему Бутузову Павлу Николаевичу. И вот этот благородный гражданин на самом деле ведет изыскательские работы по восстановлению памятника. В ответе прокуратуры написано, что никакого проекта реставрации, садьбы не было утверждено на данный момент. И они, значит, по этому поводу, в письме написали, что будут проводить проверку, разбираться дальше. Физическими лицами они не занимаются, поэтому, возможно, у них нет коммуника по этой идее. Но он же не сам как физическое лицо с лопатой там роет, правильно? Он же нанимает кого-то. Но для нас это вопрос, кого он нанимает. Он не может нанимать, поскольку он частное лицо. Значит, это нанимать может только фирма или предприниматель. Это тоже интересный вопрос. Это получается незаконное предпринимательство. Я не знаю. Покуратура, я думаю, немножко лукавит, когда говорит о том, что никак не может воздействовать. У нас есть и акты прокурорского реагирования, есть обращение в суд, и протокол административного правонарушения. То есть масса воздействий. Было бы желание. Неважно, будет ли это частный предприниматель, либо это ООО, либо ЗАУ. Это будет в любом случае. В любом случае, есть строительные нормы, есть СНИПы, по которым нужно выполнять те или иные работы. В любом случае, человек не может сам по себе прийти и просто копать землю. Так кто же этот таинственный меценат, господин Бутузов, который в частном порядке восстанавливает памятник на сайте компании ФОРа, той самой, что, если верить жителям и интернету, продавала квартиры в пока еще не существующем доме по улице Водников, полная тезка нашего героя значится как директор торгового центра, который принадлежит этой фирме. Вы верите в такие совпадения? Я нет. Как бы то ни было, но предъявлять претензии владельцам искореженных машин придется именно этому человеку. Но у нового испеченного хозяина земли с жалобщиками разговор короткий. Я хозяин земли, было сказано, и я хочу и имею право делать то, что я хочу. Бутузов мне показывает экспертизу, которую сделала якобы Санкт-Петербургский институт, что он не виноват. Он не он. То, что он яму нам выкопал, и что у нас мог не только забор, но и дом уйти туда, в эту яму. Это ему не касается. О существовании экспертизы, которая якобы доказывает невиновность строителей, господин Бутузов и мне рассказал по телефону. Правда, личная встреча с хозяином земли, увы, так и не состоялась. Я вам просто одну бумажку дам, экспертизу, от чего это все это ухнуло. Вот я тебе все расскажу. Будет лучше. Да, да. Павел Николаевич. Я в столице нахожусь, в столице. Я на перезвонях поезду. Я только выехал в столице. Только выехали, да? Мы завтра решим сами, посторонним с вами решим, ладно? У меня здесь ЧП, пожалуйста, у вас. Где? На стройке на самой? Да нет, на какой-то вставке. Где, где у меня? Я здесь живу. Пойдем, если я, как подъеду, я перезвоню вам. Обязательно. Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала. Абонент временно недоступен. Бегать за Бутузовым, который прикрывается какой-то непонятной экспертизой, можно до бесконечности. И потому у экспертов совет жителям один – идти в суд. В данном случае частные исследования, они будут восприниматься судом критически. И в любом случае будет проводиться экспертиза независимая. Иначе мы с вами можем пойти в любую экспертизу, которая интересна нам либо выгодна нам. Тем более в далеком Питере это вообще трудно проверить. Есть ли такая экспертиза, как таковая. Жители дома на Алексея Толстого не исключают, что пойдут в суд. А пока написали письмо в генеральную прокуратуру. Будем вместе ждать ответа. Обещаю, следи за темой. И напоследок хочу рассказать о злоключениях дома, которого предпринимательская инициатива чуть до разрушения не довела. Вот во что может превратиться подвал обычной хрущевки, если из него вывести десяток камазов грунта. Эти кадры, сделанные в подполье артиллерийской 34, я уже показывала летом. Передачу тогда и посвятила противостоянию жителей и предпринимателя Баранова, который, не считаясь мнением людей, затеял в их доме грандиозные раскопки. Рабочие вырыли трехметровый котлован. Люди уверены, эту яму рыли для бассейна. Сам коммерсант это всегда отрицал, уверяя, что собирался строить обычный офис. Эксперты пришли к выводу, такая строительная импровизация пагубно сказалась на здании. Хрущевка 69-го года постройки затрещала по швам. Это вот трещины, которые образовались в результате деятельности предпринимателя первого этажа Баранова. И видно, что есть какие-то трещины. Пять месяцев прошло, с момента того, как прекратились работы. И трещины просто остановились. Но так они до второго этажа некоторые трещины тянутся. Напуганные жители пошли в суд, который постановил реконструкцию прекратить, фундамент укрепить. Но это решение было принято еще в апреле 2012-го. 2013-й на исходе, а работы до сих пор не завершены. Еще летом жители были уверены, в подвале продолжают копать. Именно этому и было посвящено мое расследование. Попасть в помещение не удалось ни мне, ни людям, но зато после передачи туда стали заглядывать судебные приставы. Тут была война жильцов с предпринимателем и с его рабочими. Отбирали лопаты у рабочих жильцы. Постоянно были вот такие-то конфликты. Но при этом, как бы, вот только Азаров остановил эту стройку и сказал, все, стоп. Бои на артиллерийской стихли, но началась холодная война. Отопительного сезона здесь ждут с тревогой, ведь коммерсант Баранов срезал все батареи, а вместо стекла в окна вставил фанеры. Жители второго этажа весь год жаловались, что замерзают даже летом. А зимой температура в квартирах не поднималась выше 13 градусов. Дует в калидоре. Как зайдешь вот с улицы, летом, допустим, там холодно у нас. В квартирах холодно. На пол, на пол, стать нельзя. Стать нельзя холодильник. Вот все время одеты. Это вот сейчас у меня осеннее, а то я зимнее пальто одевала. В зимнем пальто, вот во всем одеты, вот так вот ложился. В зимнем пальто. И плюс еще теплым одеялом одевал. Попросил эту батарею дам делать. И воду горящую у нас нету. Они за полторы не согласны. Ну копейки. Это все. Вот такие мои золотые. Ничего он не делает. Весь год Баранов тянул, а ближе к осени, по словам жителей, все же согласился закупить трубы. Поменять стояки между первым и вторым этажами должна была управляющая компания. ПТС-сервис. Но ей сейчас явно не до хрущевки на артиллерийской. Факт тот, что он готов был закупить материалы. Управляющая компания в августе месяце в лице главного инженера компании Кабанова сказала, что рапортовала, что да, мы свяжемся, мы возьмем это на себя. Мы замеем. Через месяц, когда у нас состоялась очередная встреча, Кабанова уже не было. Представитель компании ПТС-сервис сказал, что они этим заниматься не будут, потому что это нецелесообразно. На совещании, где коммунальщики объявили жителям, что денег нет и замену стояков проведут не раньше следующего года, нашу съемочную группу даже не пустили. Правда, после уговора все-таки пояснили. Вопрос о капитальном ремонте отопления прорабатывается. Сейчас готовится проект. Ну, а разбираться с коммерсантом Барановым, из-за которого даже при горячих батареях дома грозит ледниковый период, это не их обязанность. Собственник помещения, согласно гражданского кодекса отвечает за содержание этого помещения. Баранов отвечает за те окна, которые разбиты в его собственном помещении. Это эти окна не относятся к общему имуществу дома. А если он не выполняет, ну, скажем, гражданский кодекс или какие-то другие правовые акты, ну, для этого есть силовые структуры, для этого, наверное, не управляющая компания, а прокуратура и так далее. Существуют другие инстанции. Что думает на этот счет сам господин Баранов, выяснить не удалось. Коммерсант уверен, что журналисты к нему несправедливы. Я с вами уже раз пообщался, мне сказали, что я там выпадил с негативной точки зрения. Вы были высказать меня каким-то негодяем. Давайте я посмотрю передачу, пойму, как вы объективно или нет освещаете данную ситуацию. Вот это мы будем с вами общаться. господина Баранова, да его паразита. Даже не хочу разговаривать об нем. С нему плохо обращается, а он с нами, с людьми, со всем домом хорошо обращается, нам замерзает зима, лето. Вот его разок привезти сюда и ночь пусть он здесь вот ночует, чтобы он почувствовал, как люди страдают. Так что, к сожалению, ставить точку злоключения хрущевки на артиллерийской пока рано. Буду следить за ситуацией, нравится это коммерсанту Баранову или нет. А пока на сегодня все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова